здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков а я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачков автор более тысячи опубликованных видео в интернете автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах часть книг заказать и купить через интернет можно сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже раскрыть еще некоторые особенности как правильно лечиться чтобы вылечиться и жить без болезней а именно сегодня я вам расскажу как приготовить эликсир здоровья от советского кардиохирурга николай михалыча амосова правильно чтобы вы не рисковали своим здоровьем и самое главное жизнью неправильное приготовление может создать определенные угрозы для вашей жизни как представлял себе амосов эликсир здоровье он читал что в нем должны быть сухофрукты мед цитрусовые и грецкие орехи это основные ингредиенты возможны варианты но он указывал именно на эти и судя по тому как интерпретируют свои способы приготовления мои пациенты я понимаю что большинство из них не знала как готовить правильно отсюда появлялись масса рисков в этой смеси очевидно заметен один компонент который нужно сразу из нее исключить и это не продукт животного происхождения пчелиный мед он как раз не так опасен а грецкие орехи если вы делаете как все иными словами в произвольной последовательности смешиваете измельчаете все ингредиенты то оказавшийся в этой комбинации грецкий орех даже если вы знаете как сделать вредные грецкие орехи полезными для здоровья такое видео есть несколько этапов нужно пройти до того как грецкие орехи могут оказаться в смеси даже в этом случае попав в кишечник они не могут полноценно перевариться а значит усиливается вздутие живота или метеоризм и появляется либо усиливается кардиологический риск появляется у здоровых усиливается у тех кого есть заболевание сердечно-сосудистой системы а именно гипертоническая болезнь либо гипотония атерослороз сосудов пороки сердца ну и другие особенности работы и строения сердечно-сосудистой системы которые говорят что она работает не самым лучшим образом грецкие орехи не могут полноценно перевариться в такой компании по той простой причине что слишком много содержание большое содержание мед сухофрукты и цитрусовые им не требуется находиться в желудке чтобы переварить содержащиеся в них белки их там крайне мало а вот переварить белки грецких орехов крайне необходимо они очень ценные полноценные но в этой комбинации только гниение токсический удар получает печень после этого увеличивается вязкость крови и нагрузка на всю сердечно-сосудистую систему нагрузка токсинами на сердце и выделительный орган почки тоже должны работать но нервная система получит свой токсический удар легко и просто поэтому понимаете что грецкие орехи нужно удалить из этой смеси использовать их нужно и количество лимитирует ваша поджелудочная железа чем она лучше работает тем больше грецких орехов вы можете употребить оптимально до 4 5 средний грецких орехов для взрослого человека в один прием пищи в день и это может быть любой прием пищи исключая прием пищи прямо перед сном как себя вести с оставшейся смесью можно ли ее использовать как придется можно но возможны последствия я бы советовал все сухофрукты перед тем как употребить либо хотя бы один раз обдать кипятком для того чтобы удалить с поверхности произвольный набор возбудителей бактериальных вирусных грибковых инфекций глистных и паразитарных инвазий я всегда делаю на этом акцент потому что я знаю статистику эксперты в оспа считали что за год примерно 420 тысяч человек на планете умирает от инфекции связанных с возбудителями разных инфекций которые попали в организм пищи это не один не два случая это массовое поражение и нужно просто понимать что термическая обработка в данном случае важно минимально можно просто один раз обдать кипятком оптимально я бы советовал для того чтобы упростить работу вашей пищеварительной системе советовал бы оставить в горячей воде на несколько часов основная цель чтобы не просто удалить паразитов первый раз вы их смыли дальше залили кипятком они у вас настаиваются и сухофрукты впитывая влагу практически становятся готовыми к перевариванию если вы этого не сделаете то измельченные сухофрукты вы их видите в виде массы а там просто масса сухих обезвоженных клеток нельзя назвать сухими но обезвоженные клетки которые будут перемещаться по пищеварительной системе достаточно активно если не успеют впитать влагу в верхних отделах пищеварительной системы что это нереально сделать дальше из них ничего практически выйти ваш организм не может они оказываются в кишечнике вздутие живота вновь метеоризм вновь активация патогенной микрофлоры и вновь токсический удар получают печень кровь сердце почки и мозг насколько вы понимаете опасность этого процесса что делать первый вариант несколько часов просто в горячей воде вы замачиваете конечно вкус финальной смеси будет меньше хотите получить его лучше ну можно по другому можно попробовать замочить в соки цитрусов иными словами измельченные сухофрукты к ним добавляете сок цитрусовых а это может быть лимон может быть апельсин грейпфрут мандарин выбор ваш добавили и опять на несколько часов оставили для того чтобы впиталась влага вы сухофрукты и они стали доступными к перевариванию можно добавить к ним вместо сока цитрусовых другой ингредиент амоса в нем не говорил а я вам советую это сыворотка молочная она содержит кальций и магний которые дополнят те макро микроэлементы которые находятся в грецких орехов и помогут вам убрать самую главную опасность для сердечно-своистой системы это стрессовую активность самое лучшее питание имеет ваше сердце но случае стресса она может не выдержать и даже здоровое сердце может создать вам определенные сложности поэтому можно замочить сыворотки а некоторые измельченные сухофрукты добавляют кефир кумыс там айран йогурт простоквашу и другие кисломолочные продукты на несколько часов после чего вы заметите что сухофрукты увеличились в объеме и вновь они готовы к перевариванию вами они патогенной микрофлоры кишечнике которая может вызвать вздутие живота где здесь мед мед может быть если вы замачивали в соки цитрусовых после этого можно добавить мед вы получили эту массу которую можно использовать просто в чистом виде но лучше я бы советовал вам добавлять в теплую водичку получи такой хороший компотик обогащенный макро микроэлементами витаминами со простыми сахарами и можно использовать для вашего здоровья но есть несколько заболеваний при которых эта смесь категорически противопоказано и несмотря на то что сердечно-сосудистая система при почечной недостаточно испытывает определенные сложности в данном случае эта смесь противопоказано при почечной недостаточности почки не успевает выводить калий и калий в крови всегда есть даже в избыточном количестве стоит вам в этом случае добавить и эту смесь обогащенную калием может остановиться сердце поэтому почечная недостаточность есть эликсир здоровья амосова у вас из рациона питания исключается можно ли или нужно ли исключать при сахарном диабете не всегда больному с диабетом нужно просто контролировать количество углеводов в своем рационе часть из них может попадать с другими продуктами питания часть углеводов может принести эликсир здоровья академика амосова тут говорится выбор ваш можно вытеснить картошку уменьшить картошку уменьшить хлеб уменьшить макароны изделия до минимума крупы и применять вот эту смесь которую всегда я бы советовал использовать перед предполагаемой даже небольшой физической нагрузкой иными словами вы дали правильное питание сердечной мышцы и помогли с ее помощью обеспечить питанием весь ваш организм так будет правильнее стоит ли ее ограничивать при панкреатите поджелудочная может отреагировать на любую клетчатку особенно если вы нет не произвели предварительное замачивание сухофруктов в этом случае грубое раздражение 12 перстной кишки может спровоцировать обострение панкреатита если же вы замочили сухофрукты в горячей воде либо в какой-то каком-то продукте кисломолочном клетчатка становится мягкой и ваша поджелудочная такую клетчатку может не заметить как часто используют вот эту смесь говорят отличная смесь не знаю как сердце а кишечник теперь работает как часы конечно если вы готовите неправильно вас эта смесь пролетает со свистом по кишечнику и запора у вас не будет но и полезных веществ вашем организме не окажется они точно также вместе с клетчаткой пролетели в толстый кишечник из которого практически нет всасывания достаточно активно если из тонкого кишечника всасывается 15 литров продуктов пищеварения то из толстого 200-400 миллилитров понимаете степень разницы рейтинг откуда вам выгоднее взять полезные вещества которые содержат эликсир здоровья амосова и для того чтобы эликсир здоровья превратился в эликсир здоровья и долголетия амосова нужно приложить некоторые усилия свои знания я вам дам как вы ими воспользуетесь это уже как говорится ваш выбор вот этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на это видео лайк думаю что многим я сохранил не только деньги но и здоровье а возможно даже и жизнь можете сделать репост такое видео вряд ли вы найдете в соцсетях или на форумах она немножко не традиционно в том плане что я смотрю не вот так на решение задачи а я рассматриваю с разных сторон а вы принимаете свое решение до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко instagram и клуб профессиональных копиманов это фейсбук а